Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Только что я рассказывала о сорте Золотые купола. Сибирский сорт, очень красивый, всем известный по всей России, не только у нас в Сибири. И сейчас хочу рассказать еще об одном таком же сорте, прославленном сибирском сорте, о котором слышал, вероятно, каждый огородник, а каждый второй его высаживал. Это сорт Кенигсберг. Сейчас я вам расскажу. Он вот такой перцевидной формы. Сейчас я прочитаю вам эту табличку, картинку. Томат крупноплодный, любительской селекции Кенигсберг. Среднеспелый сорт сибирских селекционеров-любителей. Растение эндетерминантное, предназначенное для выращивания в открытом грунте. Высотой 1,5-1,8 м, характеризуется хорошей завязываемостью плодов в теплицах. Сорт очень обильный. Растение буквально усыпано красными плодами удлиненной баклажановой формы. Баклажановидной. Но вообще они перцевидные чаще называются формы. Массой до 300 граммов. Плоды очень ровные, плотные, вкусные. Прекрасно консервируются, хорошо хранятся. В зависимости от условий выращивания почвы, выражение достигает до 2-3 ведер с одного растения. Внутри ведра одно растение, наверное, не выдержит, мне кажется. Сорт прошел акклиматизацию в западно-сибирском регионе. На одном квадратном метре размещаются три растения. Вот смотрите, здесь я вам прочитала про красный Кенигсберг. Но Кенигсберг есть красный, а есть золотой. Вот я сейчас сижу около золотого. Они совершенно, ну как, описание одинаково. Также можно и к этому сказать, и к тому, что они все увешаны плодами. Да, действительно, они очень хорошо нагружены урожаем. И этот урожай, ну как, сорт можно назвать очень урожайным. Я не знаю насчет трех ведер с одного куста, потому что одновременно мы же не снимаем все плоды. Я вот сейчас нижние кисти сняла. Вот сейчас вторая и третья кисть созреют. Сейчас их сниму. И я вот, например, не могу сказать, врать не буду, что я снимаю три ведра с одного куста. Ну вот вы сами видите, вот так если на отдаление, что сорт урожайный, буквально вот эти вот перцевидные плоды, они так идут, ну как, вот снизу идут и до верха, еще идут и идут. И у меня еще вот на макушечках, там я уже все общипнула. Здесь оставила шестая она, что ли, какая-то кисть по счету. Все. Единственное, что хочу сказать, что сорт сибирский, конечно, он выносливый. Он вот нынче неблагоприятные условия хорошо себя показал. У некоторых мало, какие-то в жару не опылились, какие-то в холод там поскидывали все. Он ничего не скинул, и мне кажется, все, что нужно, он опылил. Вот вы видите, как он, он нормально такой, увешанный урожаем. Даже если верхние там кисти, пятая, шестая у меня не созреет, будут маленькими, ну я их могу взять на дозаривание, могу не дозаривать. Мне хватит и этого урожая. Я сильно вот за теми пуговками, я всегда говорю, что я пуговки сильно не собираю. Мне главное, чтобы вот эти 2-3 нижние кисти сформировались, и не только сформировались, но и вызрели на кусту. И вот сорт Кенигсберг, он отвечает вот этим всем моим требованиям, что именно у него вот этот крупный хороший плод такой достойный, и он вызревает на кустике. Сейчас вот я вам покажу, как. Ну там написано баклажановидное, но все-таки они больше похожи на перцевидную форму. Вот такая вот форма. И вот, конечно, вот, например, Кенигсберг золотой, он очень сладкий, он очень вкусный. Он прям с каким-то медовым ароматом, он тает во рту. Всегда желтый и оранжевый, он ненамного сладче и вкуснее красных. И я очень люблю оранжевые сорта, поэтому вот Кенигсберг золотой у меня, видите, его здесь, начиная вот отсюда, и идет много-много. Если некоторых я всего по несколько штук, то его я сажу много. Все. Вот это был краткий видеообзор. Сорта Кенигсберг, именно Кенигсберг вот желтый, золотой, как он называется. Очень хороший сорт сибирский. И выносливый, и урожайный, и красивый, и вкусный. Все, что мы любим, все в этом сорте есть. До свидания. Сейчас пойду есть Кенигсберг. Кенигсберг. Продолжение следует.